получилась у нас три детали общий перед и две спинки вот так вот они должны соединиться мы соединим в итоге но не сейчас следующим этапом вот так вот эта спинка ложится рукавчики в одну сторону и что мы сейчас будем с вами делать сейчас мы будем наши кокетку эту верхнюю часть соединить с юбкой у нас есть юбка и те части которые у нас заканчиваются на основном полотне вот они вот отсюда до кончения полотна с этой стороны являются как раз той базы на которой мы будем надевать наши наши нашу кокетку получены смотрим как мы надеваем естественно поскольку шов у нас будет сзади к середине мы с вами будем пришивать перед вот понятно как как пришивать сейчас разберемся присоединили а как же присоединять спинку то непонятно то ли так то ли так для того чтобы четко понять как мы будем присоединять спинку смотрите мы же юбку и таким образом зашьем то есть перед он вот там спинка получается вот так лежит до горловина вот застежка которая соответствует как раз продолжением шива идет вот так значит когда мы с вами соединяем перед и спинку наши детали идут вот таким вот хитроем образом то есть стыкуются они вот по этой точке и вот эти вот рукава пусть вас не смущают ими рукавами займемся потом то есть вот в этой точке у нас стыкуются наши детали так вот это все интересно идет а значит чтобы четко распределить как мы будем соединить наше полотно давайте деталь который у нас уже есть мы знаем что это 100 то 4 по моему ли 102 петли я возьму 100 петель вот они немножко при посажу 100 петель от точки до точки беру эти 100 петель день делю на четыре части и каждую часть на 25 игл надеваю все я таким образом не ошибусь вы таки вот так вот я буду сейчас с вами соединять эти полотна но для того чтобы соединить и не ошибиться я сначала немножко при парю кончик потому что я буду соединить детали протяжками которые у меня находятся вот на верхней части планки можно почти руками можно на самом деле соединить вот с этой частью то есть ниже получится ниже может быть это даже и симпатично вот такая вот такой ролик сверху это как идея отлично но такая идея хороша была бы если бы мы не учитывали учитывали вот эти два сантиметра в длину детали я их не учитывала я учитывала длину пояса поэтому присоединять буду верхнюю часть пояса а так было бы очень даже интересный эффект нет сверху проходящий пояс является еще и завязочкой ну нет так нет поэтому сейчас я быстренько при паре вую верхнюю часть нашего полотна и насаживают эти части на машинку на 100 петель другой стороны мне сейчас было бы проще соединить эти детали а потом знаю что по 25 петель у меня идет каждая каждая часть я спокойно их по очереди соединю с нашим полотном потому что сейчас я форму тогда спокойно и рукав и соединение поверхной части уберу все бросовые нити и последним завершающим этапом присоединю готовую кокетку уже к юбке это будет проще потому что нам не придется в процессе соединения следить еще за эту юбку что-то на что не зацепился так соединяем значит соединяем для этого нам понадобится естественно эти детали длинная длинная длинные этот рулик девушка который мы провязали самая длинная и измеряем сколько же петель мне нужно для того чтобы надеть все детали на машинку как я буду надевать я надену себе лицо переднюю деталь перед по верхней части естественно на иглы машины от точки уголка от этого края до горловины петли горловины по вертикали по горизонтали по вертикали и плечо надеваем полностью лицом к себе на эти петли на эти же иглы сверху я надеваю эту трюшку надеваю надеваю вот таким вот образом она у меня все изогнется изогнется поэтому такая длинная и сверху на эту рюшку я надену уже детали второй части спинки но само собой только до горловины до горловины и до горловины вот эта часть которая у меня пойдет по переду со спинкой соединяться само собой не будет здесь мы просто вяжем рюшку и таким образом логично оформим горловинку по спинке вот здесь где у нас остается вот такая вот непонятно три петли и вот деталь у нас с вами были еще рюшечки вот ими мы оформим рюшку вторым заходом то есть когда мы уже соединим мы спокойненько на оставшиеся петли надеваем оставшиеся рюшки и таким образом у нас и по спинке тоже будет оформлена горловина какое же количество игл мне нужно для того чтобы надеть перед давайте считать если здесь у нас в идеале получается 12 петель 12 сантиметров 12 сантиметров все тот же первый урок 12 умножить на 2 86 получаешь получаете 3 4 3 35 35 петель у меня идет на плечо количество петель которые у меня идут на горловину у меня так есть вот оно оно известно как наденется здесь 3 сантиметра то есть 6 сантиметров потому что у меня вторая часть пойдет 6 сантиметров 6 умножить на 2 86 петельной пробы 17 и 16 18 петель итого 35 сколько у нас здесь здесь 10 35 плюс 10 потому что здесь помните мы 10 петель убирали плюс 18 плюс 10 и плюс 35 108 петель 108 петель отлично арюшу мы помнится делали 200 потому что на всю машинку вот на 8 игл пойдет по одной петле а на все остальные по 2 петли совершенно все ясно спокойно берем 108 петель и по этому расчету 35 на плечо 10 на вертикальную горловину на всю горловину 18 петель 10 и 35 на вторую часть вот таким способом рассчитали не делайте все как ляжет если будете делать как ляжет ляжет всегда плохо на глазок делается плохо всегда потому что полотно деформировано оно все равно деформировано оно какое-то время еще будет приходить в себя мы его только что связали кто-то запарил кто-то запаривать не стал но были перетянуто все оттяжками грузами поэтому не рассчитывайте на то как ляжет и ляжет хорошо если ваши детали соответствуют выкройке если вы связали видите что полотно ну плюс-минус укладывается в вашу выкройку погрешность может быть но небольшая совсем небольшая чуть-чуть тогда считайте по бумаге будет надежно петельная проба бумага и все таким образом вы и выкройку на место посадите если она вдруг у вас больше или меньше чем надо и не перекосите вязание ну учитывая что вязать это мы собственно не будем мы будем только соединять все равно несмотря на это нам нужно соединить ровненько и рюшку и детали так беру 108 петель надеваю за протяжки как мы с вами надевали все петли рюшки не трогаю мы поэтому и не трогали верхнюю часть надеваете по расчету сверху надеваете рюшку сверху спинку и закрываем косичкой надеваю детали у меня возникла проблема я думаю что у вас такая проблема тоже абсолютно возможно возникнет не натянуть бочки то есть вот плечики нормально наделись а бока так чтобы на 10 игл растянуть у меня физически не получается но и не надо тянуть не будем давайте делать по очереди частями надела плечо плечи надеты первое второе в середине полотно я смогу надеть когда закрою и сниму плечо у меня не будет вот такого страшного натяжения здесь и спокойненько все это наденется не наденется второй раз значит я закрываю второе плечо и вот тогда я спершим спокойно раскладываю среднюю часть так как мне нужно надели перед надели рюшу видите рюшу вот остаток рюши остался оставляем спинку сверху и видите все это тянуто перетянуто потому что полотно имеет усадку и если бы мы не учитывали особенности количество петель для данного полотна чтобы не припосаживать и не растягивать мы могли бы стянуть либо растянуть наше изделие в данном случае это не произошло потому что делали все по расчету хотя провязывать мы сейчас ничего не будем все равно лучше посчитать по сантиметрам точно кажется что петель для соединения и закрываем сшивать можно вот как вам нравится хотите хотите косичкой хотите руками хотите иголкой не указываю вообще никаких указаний никаких на данной операции вам предпочтений я делаю вот так и показываю что я делаю так вы можете делать вот так как вам приятнее и проще у меня происходит соединение переда спинки по плечевому шву через рюшку видите за счет того что у нас открытые петли на рюшке и буквально кончики полотна на самом изделии на полочках получается очень тонкое соединение утолщать оно не будет мешать не будет никаких от него неприятных моментов мы не ждем еще одна и вытягиваю длинную петлю чтобы не потерялась снимаю полотно вот что у меня получается рюша вязана между полочками все натяжение исчезло видите не натягивается не натягивается и не надо закрываем постепенно либо идем со второй части другой стороны точно так же надеваем рюшку надеваем деталь и закрываем нитку спрячем потому что в данном случае действительно тяжелое очень сильное натяжение оно настолько тяжелое и сильное что оно может нам все испортить поэтому не смогли натянуть не надо лучше лучше мы пойдем с разных сторон потому что деталь действительно очень сложно выполняется и так нашла где у меня прямая часть главное не перекосить заготовку и надеваете на иглу точно так же по две петли на углу и рекомендую когда вы наденете центральную часть вот между вертикальными столбиками и ту часть где у вас рюшки заправлять вот эти вот хвостики от рюшек прямо в шов между рюшкой которая пойдет поверху и плечевой шов потому что вот эти вот хвосты они не сильно нам все украсит поэтому убираем веревочки куда у нас наверх пойдет внутрь и хвостик рюшку заворачиваете в ту сторону куда она должна у вас лечь и цепляете ее вот за пару петелечек все рюшка закреплена то же самое делаем с этой рюшкой все вот эти хвосты у вас ложатся внутрь убирается с лицевой стороны буквально пару петелек закрепили рюшку хвостики наверх они уйдут внутрь и центральная рюшка ну вот с ней можно ее просто зацепить за эту же петлю на которой она находится чтобы она могла поворачиваться и влево и вправо и как угодно все вот это вот мы сделали теперь надеваем надеваем оставшиеся петли рюшки большой на иголки и закрываем окончательно это на тот случай если у вас вязание не растягивается может растянуться если все растягивается в едином полотном то таких проблем у вас не будет но рюшки заправляйте чтобы потом не надо было их пришивать руками таким образом мы все очень одним движением закрываем эту всю проблему если у вас рюшка большая меньше чем нужно постарайтесь выходя на середину с краев постепенно симметрично добавлять по две петли либо по одной петле как у вас на одну иглу надевать как у вас там делается чтобы не было так что в одном месте густо в другом пусто ну и заканчиваем закрываем оставшиеся петли и считаем что еще одна часть нашего проекта считается выполнен не часть урока а часть платья которую мы сегодня сегодня должны доделать наша задача обвязать еще спинку оставшимися рюшками и соединить провязать манжет потому что у нас все таки рукавчики должны быть обработаны и присоединить верхнюю часть к юбке так закрываем рюшку убираете все эти веревочки вот эти вот убираете швы снимаете бросовые нити которые не нужны оформляем сейчас рюшкой спинку и идем заниматься рукавами вот наша верхняя часть отлично выполнена заостежка рюшки шиты если посмотреть изнутри получается внутри вот так вот все очень чисто аккуратно швы минимальные если правильно аккуратно все сделали просто можно носить и с лицевой и со значной стороны будет красиво аккуратно все равно убрала все нитки все хвосты вот эти вот хвосты которые у меня остаются мы уберем точно так же когда будем соединять с юбкой наше изделие а сейчас наша задача оформить манжеты у нас есть верхняя часть вот это рукав для того чтобы точно узнать какого размера манжетики мы будем делать придется измерить нашу модель беру куклу беру метровую ленту и измеряю руку ну где то здесь повыше локтя 16 см ну и длина манжетика я думаю что будет тоже сантиметра два с половиной сделаем два с половиной три много два мало два с половиной в самый раз и получается сейчас манжетик два с половиной сантиметра умножаем на 2 потому что манжет это двойная конструкция и 16 первая часть петельная проба 16 это петли 16 умножить на 2 2 86 45 и 7 40 ну давайте 45 петель ну давайте 46 петель 46 петель потому что у нас будем зашивать и одна петля уйдет внутрь и два с половиной вот эти 5 умножить на 4 и 6 23 ряда 46 петель 23 ряда вот такого размера будет наш манжетик как вы будете его провязывать сначала наденете на иглы на 46 петель то что у нас есть либо сначала провяжите манжет потом соедините на ваше усмотрение мне проще сначала провязать манжетик собрать его потом надеть деталь и одновременно закрыть с присборочкой и сразу уберем бросовую нить кстати тут же в это же время вы прихватите пожалуйста и вот этот вот гребешок гребень рюшку которая у нас идет посередине рукава чтобы она не болталась берете за краешек и надеваете на иголку и рюшку у вас будет логически завершается логически завершена то же самое здесь когда мы с вами эти рюшки оформляли я вам говорила помните вот здесь мы надевали рюшки на иголки вот так же чтобы они не болтались и принимали форму которая нужна держались когда мы делали оформление по спинке тоже рюшку мы вшили краешки рюшек вот они чтобы не торчали нигде вот эти вот куски не то не все мы их просто за кончик брали и привязывали к основному полотну в итоге у нас все рюшки входят в полотно внутрь делается это в процессе соединения и нигде никакие острые вот эти вот края не болтаются не портят нам вид изделия поэтому сейчас будем надевать когда тоже прихватим краешек этой рюшки и наденем на иголку у нас рюшка войдет в полотно подгиб двойное двойное полотно надела иглу видите я взяла бросовые нити потом сниму она мне не мешает вот так выглядит готовый рукавчик сейчас мы делаем то же самое со вторым рукавчиком лицом внутрь изнанка к себе чтобы шов уходил на изнаночную сторону и как мы будем надевать рукав так уж получается что рукав не намного больше чем планка но у нас есть центр видите поэтому 23 и 23 46 делится на 2 четко 23 и 23 поэтому я очень люблю четные числа относительно нуля например либо какой-то другой циферки берем вот одна часть надевается на эту сторону вторая четко на эту можно даже ничего не рассчитывать треть рукава треть одной части рукава вот где-то вот 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 до сюда мы надеваем как надевается а дальше делаем убавки чтобы у нас фонарик пришелся не подмышкой а верхнюю часть поэтому снизу надеваем вот как петли ложатся так и надеваем их где-то на треть надеваем а теперь до нулика мы будем делать убавки видите убавок это всего убавок одна петля две петли одна петля две петли для того чтобы убедиться что у нас все правильно что мы никуда не ошибаемся берем берем крайнюю петлю вот она надеваем ее на первую остальные припосаживаем раз два одна петля две петли одна петля две петли а остальные вот так вот и сели без припосадки сделали вспоминаем что я вам говорила по поводу краешка сейчас уберу брусовую нить с краю которую я уже закончила так и у нас есть рюша которую нужно тоже зацепить берем вот она рюша все вот эти хвосты сюда наружу берем крайнюю петлю и надеваем на петлю же на иглу же которая у нас уже задействована остальные петли надеваем на следующие уголки и надеваем и надеваем и надеваем как идут так так чтобы припосадка попала у меня на верх рукава а не на подмышку это неправильно когда подмышка и мешок и наверху все натянута поэтому таким вот образом мы с вами отлично распределяем рукав подмышку и надеваем крюша привязанная рабочая нить и закрываем петли рук с рукавами можно сказать закончили нам осталось всего лишь вверх уже готовую потому что все то что мы сейчас делаем с вами рукав мы закончили верхнюю часть нам осталось только соединить ее с юбкой и все не затягивайте пожалуйста вот эти соединительные косички потому что они совершенно не эластичны если вы перетяните полотно оно будет деформировано свободно пожалуйста но и не так чтобы все болталось закончили убрали все хвосты лучше убирать хвосты сразу потому что здесь у нас их как-то слишком много за счет этих рюшек бесконечных потом если вы сразу убираете все хвостики вам потом просто легче работать с этим полотном бросовые нити если вам уже не нужны тоже убирайте и таким образом закрываем до конца и сейчас будем оформлять уже вот то что мы в итоге получаем ведь коса достаточно аккуратная если ее не сжимать то и эластичная и она вполне могла бы идти даже по лицевой стороне потому что совершенно не утолщает вязание плоская и симпатичная по лицу совсем ничего не видно по изнанке украшает но поскольку у нас лицо это лицевая сторона делать мы будем так как делаем итак заканчиваем рукав соединяем вверх с юбкой надеваем юбку на оговоренное ранее количество петель мы с этого начинали но потом передумали стали выполнять верхнюю часть так у меня это 100 петель в расчете было 108 я нашла наш третий урок вот 108 петель я решила сделать чуть-чуть поменьше на 100 петель навесила на 100 игл навесила верхнюю часть планки которая у нас является завязочками вот надевала помните я сказала что нужно прогладить немножко подпарить планку и за самый верхний кончик надела ее на иголки лицом к себе потому что лицом же буду надевать верхнюю деталь и таким образом шов выйдет наизнанку наша деталь и смотри смотрите верхняя часть готова разворачиваем нижнюю часть рукава здесь вот не входит в планку то есть мы рукава на на иглы не надеваем под рукавами можно даже пару рядочков оставить и зашить их вместе с рукавами чтобы это были рукавчики это первое второе вот так вот оно пойдет рукава идут вниз что касается подгиба подгиб я хочу сделать планка по спинке внахлёст поэтому один подгибчик я надену на иголки а второй подгибчик не буду и когда я буду соединять полотно мне придется сшивать юбку я заодно подошью вот эту вот деталь вниз и у меня таким образом получится застежка одна на другую находящую то есть я не буду делать стык я положу планки одну на другую и подошью руками и так помним что мы говорили на 100 петель делим на 4 части 25 петель на каждую деталь самое главное не перепутать последовательность и таким образом правильно все собрать и так вот наше платье и собираем можно сшить рукава потом подколоть когда мы будем уже точно уверены будем знать где у нас заканчиваются детали таким образом вообще вопросов не будет так сшиваем рукава так будет интереснее определяюсь с рукавом сшивать буду иглой могу иглой могу сшивать могу сшивать иглой могу сшивать петлю ловителем вот чем хотите тем сшивайте самое главное выровнять и аккуратно соединить две детали и зашиваю я сейчас планочку планочку выворачиваю на лицевую сторону и стык сшиваю за петельный столбик и точно так же сейчас сошью вторую планку 2 рукава и нам останется делать только соединение соединение деталей и зашить шов на юбке таким образом у нас уходит внутрь шов практически ничего не видно зашиваю как я уже говорил пару рядочков под рукавом все остальное у меня уходит в шов можно заправить в эту планку можно заправить планку которую меня будет на машинке сейчас поэтому пока оставляю сшиваю второй рукав и уже точно приступаем к соединению деталей надеваем первые 25 игл от планки через рукав надели первую детальку на первую иглу на 25 и за полный петельный столбик здесь я беру полный петельный столбик здесь я не стала брать только протяжку надеваю первую деталь можно соединять удастся удастся данном случае мне удается растянуть все изделие поэтому следующие 25 игл я могу раз два три четыре пять вот эти вот иглы у меня пойдут на середину детали на эту часть 25 на эту честь и 25 на следующий есть безучая только не надеваю подгибчик по спине и таким образом соединяю полотна не забывайте закрепить руку рюшки наши когда девайте закрепляйте рюшки тоже таким вот образом чтобы они можно даже закреплять их с внешней стороны неважно самое главное что брюшка была закреплена и все затяните хвосты выходили на изнаночную сторону и теперь вторая часть и так далее то есть мы надеваем нашу деталь на иглы изнанкой к себе то есть лицом к лицу и закрываем все той же косичкой одним махом от рабочей нитью закрыли и получили соединение деталей все на этом соединение верха и низа у нас будет закончено и останется только один шов так надеваете и закрываете косичкой соединяем косой детали как мы с вами уже неоднократно делали на этом марафоне надели закрыли все самый быстрый способ соединения есть много способов соединения деталей не навязываю вам никакой просто показываю что можно делать так проще всего быстрее всего вот такой вот метод если вы хотите как-то по-другому пожалуйста делайте как вам нравится как вам удобно самое главное ровненько все соединить чтобы нигде ничего не торчало никаких дырок не было нигде никаких отверстий все убираем видите вот от рюшек все нити выведены на изнанку и мы их уберем внутрь планки вообще ничего не будет все хвосты будут спрятаны и их если прятать в планку при всем желании потом не найдете где эти хвосты были закрывайте до конца прячьте все хвостики и приступим к горизонтальному трикотажному шлу практически готовое платье сверху она все в рюшках такой как цыпленочек снизу она представляет из себя такую упитанного цыпленочка все все вот как мы хотели рюшки-рюшки осталось только один шов и все ну и пуговку сверху если вы хотите и так планку зашьем когда уже будет готовый шов беру желтую нить который метод осталось либо беру новую потому что эта нить короткая но очень длинный сшивать неудобно поэтому мне придется все равно в процессе сшивания нить добавлять там уберу иглу вставляю самый длинный хвост в иголку начинаем выполнять горизонтальный трикотажный шов выполняется он по лицевой стороне заправляем внутрь все брусовые нити хвосты которые есть они должны не мешать и приступаем к сшиванию первый стежок мы делаем со стороны противоположной от нити нить у меня слева значит начинаем соединение справа вставляю в первую петлю вывожу из второй петли углу в идеале конечно этот шов нужно уже знать потому что если вы сейчас на этом платье начнете тренироваться то но не уверена что у вас прям вот идеально получится конце концов если вы этот шов не знаете и в качестве не уверены поймать первые две петли то сшивайте на машинке или сшивайте крючком или как вам больше понравится не настаиваю а мы выходим из подтянули до состояния когда полотна подошли друг другу и входим во вторую петлю с правой стороны выходим из 3 ходим ту петлю из которой выходили прошлый раз и так далее то есть этот шов называется горизонтальный трикотажный идеально сшивает открытые петли самое главное делать его не то что не торопиться делать петли такого размера чтобы они соответствовали провязанном на машинке тогда этот шов вообще не заметен его как будто бы и нету нас круговая круговое полотно после того как мы дошьем до конца убедимся что нас все устраивает можно снимать бросовую нить выполняется шов достаточно быстро входим ту петлю из которой выходили с прошлый раз и выходим из соседней переходим на вторую сторону входим в петлю из который выходили в прошлый раз входим вверх сверх заходим снизу выходим подтянули все плотно после того как я уберу бросовые нити шов будет незаметно зашиваете до конца получили платье с рукавчиками рюши все на месте все подшиты под шейте обязательно все рюши чтоб ни одна из них нет нет не болтала чтоб не было ни одних никаких острых углов рюши подшиты платье шито мне осталось только немножко под парить шов будет не видно подшили планку точно так же как делали рукавчики пришила внахлёст сзади застежку осталось пуговичку сзади ленточки которые будут украшать нашего ребенка и все платье готово еще раз подпарить шов горизонтальный трикотажный вот он все идем примерять на нашу модель этого платья